Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро» в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Майкл Джанда с книгой «Сожги свое портфолио. То, чему не учат в дизайнерских школах». Нужно сказать, что на обложке он значится как Майкл Джанда, но в абсолютном большинстве источников и даже на его собственном сайте и в профиле на Бехансе он указан как Майкл Джанда. Майкл достаточно известный человек в профессиональной среде, он прошел путь от дизайнера-фрилансера до ментора и автора книги, хита, обзор, который мы пытаемся сегодня сделать в подкасте «Читай быстро». В промежутке между этим были наймы обучения дизайнеров, создание компании, которая работала с Disney, Netflix, Fox, Warner Bros. и переход от UX-дизайна к менеджменту. Пока вы неистово жмете на колокольчик и кнопку подписаться, чтобы не пропустить новых свежих выпусков, я с радостью вам расскажу, что этот обзор – второй выпуск в нашей небольшой серии книг о графическом дизайне, который мы делаем в партнерстве с нашими друзьями компанией Master Bundles – маркетплейсом графических элементов для создания превосходного дизайна. Шрифты, иконки, логотипы, стоковые фото, паттерны, текстуры, бэкграунды и прочие шаблоны. Сила Master Bundles в том, что любой дизайнер может начать продавать свои работы уже сегодня, просто заливая их на сайт с помощью специальной формы. При этом площадка рассчитана на западных покупателей, а общаться по добавлению своего продукта вы можете с русскоязычным менеджером. У него же можете получить консультацию и рекомендации на какие продукты сейчас наибольший спрос. Более детальное описание этого проекта, а также контакты русскоязычного менеджера мы собрали в статье «10 лучших книг для начинающих дизайнеров в 2021 году». Там же вы найдете еще несколько полезных книг, кроме этой, и статью эту самую, и ссылку на нее вы, как обычно, можете найти в описании. Или вот прямо сейчас в правом верхнем уголочке появится ссылка на эту статью. Вся книга в паре предложений. Несмотря на то, что «Джанда. Практик с многолетним послужным списком», эта книга больше не про профессиональные навыки, а про софт-скиллы. Про то, на что нужно обратить внимание дизайнеру, чтобы выстроить свою карьеру, зарабатывать больше и брать только интересные проекты, как утверждает Джанда. В конце концов, человек, который является автором фразы «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на плохих клиентов», плохого не посоветует. Давайте попробуем в 10 фактах, 3 задачах и примерно 600 секундах разобраться, о чем эта книга. Достаточно быстро поехали. Сосредоточьтесь на коммуникации. Ну, никто, наверное, не будет спорить с тезисом о том, что дизайнер – это личность творческая. И очень часто, как творческая личность, дизайнер погружается в проект, забывая об остальных аспектах ведения бизнеса. Майкл говорит, важность развития коммуникативных способностей тяжело недооценить. Умение договариваться, проводить переговоры, производить положительные впечатления – это те самые качества, которые обеспечат дизайнера работой и, соответственно, прибылью. Коммуникации – второй по важности аспект после профессиональных навыков. Умеете достаточно качественно организовать самостоятельно? Делайте. Не умеете или не хотите? Нанимайте ассистентов или входите в состав команд на ранних этапах, чтобы разделить эти затраты на сопровождение. Ну и будьте готовы, что первое время очень часто нужно будет делать больше ожидаемого. Второй факт из книги – спорный, но важный тезис. Первая реакция на то, чтобы сделать больше ожидаемого, у многих из наших специалистов в любой сфере, не только дизайнеров, будет в стиле «Чего это я должен? Мне за это не доплачивать». Договорились? Вот сколько договорились, столько сделал. Но если взглянуть на этот тезис шире, то становится как бы понятнее, что чтобы зарабатывать больше, нужно идти на опережение. И именно поэтому Майкл советует самостоятельно проявлять любопытство, изучать детали бизнеса, задавать вопросы до того, как вас о чем-то спросит начальник или заказчик. Это все проявляет вашу предусмотрительность, которая как бы помогает в работе, позволяет вам лучше погрузиться в происходящее и выдать, как правило, лучший результат. Потому что тот, кто делает больше ожидаемого, он получает достойное вознаграждение. Чем больше будет у вас контактов, тем больше будет шансов на успех. И, может быть, вы помните, очень часто в институтах преподаватели на первых курсах говорили о том, что первые два курса вы работаете на авторитет, потом авторитет работает на вас. Вот это вот как раз и есть квинтэссенция этого тезиса о том, чтобы делать больше ожидаемого, тем самым выстраивать свой авторитет, ну и не отталкивать просящего. Любой человек, даже малознакомый, может кардинально повлиять на вашу судьбу, и поэтому участие в чьей-то жизни, оно, как правило, вернется вам во сто крат. Если кто-то просит о помощи, неважно, заказчик он на сегодняшний день ваш или еще нет, окажите эту помощь. Возможно, этот человек порекомендует вас знакомым со связями, и карьера сразу после этого пойдет вверх. Это нормальный альтруизм, который не повредит, если он достаточно дозирован, а вы не просто всем помогаете все свое свободное время бесплатно. Ну, это справедливо еще, потому что начинающему специалисту часто очень нужны рекомендации, которые легко получить, если вы оказываете ряд бесплатных услуг. В рамках этого тезиса из книги я очень рекомендовал бы вам почитать, послушать обзор книги мастера построения связи и коммуникации, Кейта Феррации, книга «Никогда не ешьте в одиночку». Ссылка на нее, конечно же, в описании, и даже вот в правом верхнем углу появилась прямо сейчас. А вы тем временем выбирайте хороших клиентов. Четвертый тезис, который мы, в общем-то, вскользь проговорили в самом начале обзора. Джанда пишет, что жизнь слишком коротка, чтобы сотрудничать с проблемными заказчиками. Они треплют нервы, не отнимают силы, портят репутацию, и поэтому проще отказать некомфортным заказчикам, чем распылять энергию. Чуть позже будет тезис немножечко подкорректированный, чтобы не отказывать, в общем-то, таким заказчикам. Но суть в том, что берите не количеством, а качеством, потому что изнурительная нервная работа, она, как правило, портит здоровье, а все деньги мира все равно не заработают. В тот момент, когда никаких клиентов нет, ни хороших, ни плохих, можно продолжать совершенствовать свои профессиональные навыки и создавать продукты, например, для продажи в маркетплейсах. Вот таких, как партнеры этого обзора, маркетплейс, графических элементов, мастер-бандлс. Ну, про мастер-бандлс в книге Майкла, как вы понимаете, ничего не было, но это кажется вполне логичным и даже здравым. Вы уточняете у менеджера площадки, которая является на этот момент вашим заказчиком, какие тематики и продукты пользуются наибольшим спросом, создаете под эту тематику какой-то продукт и продаете его неограниченное количество раз, тем самым зарабатывая на протяжении длительного периода времени, пока ожидаете новых клиентов. Он все продается и продается на этой площадке. То есть вы не сделали и один раз продали свою работу, а такая достаточно долгоиграющая история. Единственное, что важно и при работе с конкретным заказчиком, и при создании шаблонных работ для многоразовых продаж, это внимание к деталям. Пятый факт из книги. Неучтенная мелочь, она, как правило, способна уничтожить любой проект. Именно поэтому дизайнер должен уделять пристальное внимание деталям, знакомиться с требованиями, достаточно подробно изучать пожелания заказчика, изучать продукт, целевую аудиторию, и автоматизировать все, до чего он может дотянуться в плане рутины. Например, шестой факт из книги. Составлять шаблоны писем. Майкл говорит, что письменная коммуникация отнимает достаточное количество времени, и если вы составите шаблоны писем на разные случаи, оставив место для конкретизации в этом шаблоне, то тогда вы единожды потратите время, но значительно сэкономите его в будущем. И когда вам понадобится в следующий раз отправить сообщение, вы, во-первых, не будете страдать и каждый раз придумаете его заново, а во-вторых, вы с помощью шаблона можете делать это где угодно, отрываясь от своего текущего состояния буквально на 3 минуты. Вы там смотрите фильм в кинотеатре или кушаете в ресторане, или просто едете где-то в дороге, вам поступило какое-то предложение, вы уже знаете, каким письмом, как быстро на него ответить. Это вот, кстати, один из примеров того, что может чуть упростить вашу жизнь, потому что, ну, вы, например, можете некоторое время вести дневник, в который будете записывать любые ваши активности или точки приложения усилий, которые напрямую не связаны с творчеством, и то, от чего вы не кайфуете, но без чего вы не можете обойтись. А потом выбираете то, что занимает у вас максимум времени, и пытаетесь его автоматизировать. Вот больше всего времени вы тратите на переписку с клиентами, делаете шаблоны писем, там, тратите на какое-нибудь согласование ТЗ, делаете стандартный бриф, и дальше работаете только по нему, и так дальше. Ну, и седьмой факт из книги, то, о чем я говорил, что вроде бы сначала Майкл пытался убедить, что плохих клиентов нужно отказываться совсем, но потом чуть скорректировал свое мнение и говорит, пусть неудобный клиент платит больше. Ну, потому что вместо того, чтобы отказывать клиенту, вы повышаете ему ставку, и тогда он либо уходит, и это не прямой отказ, либо он готов оплатить вот это ваше дополнительное усилие. Он соглашается на новые условия, и тогда в любом случае вы получаете вознаграждение за доставленный дискомфорт, за какую-то более сложную работу или излишнюю требовательность заказчика, или за большое количество правок. Ну, и старайтесь, когда работаете с не очень удобным клиентом, говорит Майкл, не давать волю эмоциям. Ну, тут надо отметить, что речь, конечно же, в 99% случаев о негативных эмоциях, потому что зачем бороться с позитивными, но если вы получили, как вам кажется, незаслуженную критику от заказчика, не отвечайте сразу, Майкл советует выжидать, брать какую-то паузу, выпивать чашечку кофе, ходить 15 минут дышать, а только потом, после того, как эмоции утихнуты, вы сможете сформулировать тактичный ответ, продолжать коммуникации. Чтобы сохранить хорошее отношение с заказчиком, вы сразу уточняйте, если чувствуете, что он проблемный, уточняйте, как он видит идеальный результат, не стесняйтесь фиксировать все договоренности сразу же в ТЗ и стараться вести коммуникации только в письменном виде для того, чтобы в любой момент времени вернуться к каким-то промежуточному обсуждению, избежать двоякого трактования одних и тех же формулировок, ну и, в общем-то, достаточно успешно закрывать любой проект. Кроме всего прочего, не бойтесь организовывать себе кратковременные перерывы, особенно если вы работаете на фрилансе, потому что именно с помощью таких перерывов вы приводите мысли в порядок и дальше будете работать еще более продуктивным. Это как раз и есть та самая заточка топора в руках у лесоруба, которым вы валите деревья, как в той притче, когда он не мог остановиться и рубил тупым топором. И когда у него спрашивали, чего ты не остановишься, не заточишь топор, он говорил, да просто времени нет, очень занят. Так и вы, вот эти кратковременные перерывы, это как раз и есть заточка вашего топора. Ну и критика помогает совершенствоваться. Не бойтесь критики. Майкл говорит, что очень часто, особенно начинающие дизайнеры, идентифицируют себя с выполненной работой. То есть любое произведение искусства дизайнера, это он сам. Но это и разрушительно в том смысле, что вы очень сильно переживаете какую-нибудь критику от посторонних людей. Оценивайте ее не в качестве посягательства на личность и не занимайте при этом оборонительную позицию, а оценивайте ее как один из этапов развития ваших профессиональных навыков. Потому что если вы будете оценивать это как какое-то посягательство на вашу личность, это приведет к неспособности адаптироваться под текущие условия и развиваться дальше в творческой сфере. Очень много всяких комплексов может повылось. Ну и дайте заказчику почувствовать себя главным. Это, конечно, ну во-первых, клиент убежден в оказании сильного влияния на дизайнера, и поэтому Майкл предлагает специалисту поддерживать это убеждение, даже если оно не соответствует действительности. Я вам честно скажу, по моему субъективному мнению, это очень спорный факт, потому что все мы знаем, насколько иногда у заказчиков может быть гипертрофировано чувство прекрасного, и какой результат можно получить на выходе, если выполнять все требования заказчика. В этом смысле, конечно же, дизайнер должен проводить и немножечко настоять на том, каким должен быть результат. Но, тем не менее, с точки зрения дизайна как бизнеса, возможно, факт имеет право на существование. Таким были быстрые 10 фактов. Три задачи, конечно же, в букнот, блокнот для осознанного чтения. Не осталось, наверное, на земле человека, который ничего бы о нем не слышал. Если вы один из них, то обязательно зайдите на сайт буквы.инфо. Слэш блог, слэш букнот. Смысл в том, что, читая любую нонфикшн книгу, вы должны выделить из нее какие-то основные факты, для того, чтобы она отложилась у вас в памяти, а факты должны преобразоваться в одну, две или три задачи, для того, чтобы получить максимум пользы из каждой прочитанной книги. Записывать это все дело можно в телефоне, на компьютере, но лучше от руки где-нибудь в блокноте или в тетрадке, тогда еще и нейронные связи чуточку окрепнут, а вы мелкую моторику потренируете, потому что неизвестно, когда вы в следующий раз еще будете писать от руки. Если бы я был дизайнером и прочитал такую вот книгу, или послушал обзор, то, конечно же, мои три задачи выглядели следующим образом. Первое. Ну, пойти разобраться с тем, что это за мастер-бандлс такой, и как там продавать свои работы. Второе. Автоматизация рутины, шаблоны писем, коммерческих предложений, презентации работ, брифы и т.з. И третье. Связи и нетворкинг решают. Почитать никогда не ешьте в одиночку. Если не получается или не хочется выстраивать вот эти вот коммуникации с другими людьми, то нужен специальный человек, который возьмет на себя всю эту работу, а вам останется чистое творчество. Таким был Майкл Джанда или Джада с книги «Сожги свое портфолио. То, чему не учат в дизайнерских школах быстро и 10 фактов, 3 задачи». На проекте «Читай быстро» буквы.инфо. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще по какой-то причине вы это не сделали. Перешлите этот обзор вашей маме, если вы дизайнер, или собираетесь им стать, а она не понимает, чем вы будете заниматься. Можете друзьям каким-нибудь отправить. Если захотите проверить скорость и осознанность чтения, буква.инфо.слыш.рапид, там можно почитать текст. Потом вам по нему зададут вопросы, вы на них ответите, получите сертификат, в котором будет указана ваша скорость и осознанность чтения. Ну и также советы еще по ее улучшению. Если вдруг вам интересен букнот, блокнот для осознанности чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, большие статьи, исследования на тему софт-скиллов и всякие прочие мнемоники, тайм-менеджменты, критические мышления и вот это вот все, то обязательно приходите к нам на блог, а еще лучше добавляйте блог в закладки, а еще лучше расскажите друзьям, пошарите на фейсбуке, пожалуйста, нам это очень поможет. Ну и буква.инфо, инстаграм, там периодически появляются микрообзоры по две минуты и всякие разные посты. Увидимся через неделю. Возможно, будет еще одна книга про начинающих дизайнеров и про то, как им организовать свою работу и зарабатывать чуточку больше. Новый я, новый вы, какая-нибудь новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.